Здравствуйте! Вы смотрите программу «Прокурор в теме» в студии Инна Румянцева. Мы с вами живем в непростое время. Специальная военная операция четко поделила жизнь на до и после. И даже находясь в привычной мирной обстановке, невозможно не думать о тех, кто стоит на страже нашей безопасности. Какие меры поддержки участникам СВО и членам их семей гарантирует государство? Какую помощь мобилизованным и добровольцам оказывает регион? Как исполняется закон в этой сфере и куда обращаться в случае его нарушения? Об этом мы будем говорить сегодня. И мой собеседник, исполняющий обязанности прокурора Советского района города Самары, Дмитрий Крутьянов. Здравствуйте, Дмитрий Константинович. На сегодняшний день скажите, сколько участников СВО в Советском районе и как осуществляется связь с ними и членами их семей? На территории Советского района сейчас проживает 526 участников специальной военной операции. Связь с ними активно поддерживается за счет организованного института кураторства на базе администрации Советского внутригородского района городского округа Самары. На данный момент сейчас 22 куратора, которые поддерживают связь с семьями и непосредственными участниками специальной военной операции. С данными кураторами тоже активно налажена связь. Периодически проводятся оперативные совещания по заслушанию каких-либо актуальных вопросов. Какая поддержка оказывается близким, родственникам мобилизованных на территории вашего района? На территории района, но первоначально стоит отметить, что на территории района у нас организован пункт сбора гуманитарной помощи по адресу улиц Марии Старес, дом 101. Действует он на базе общественной приемной партии «Единая Россия». И стоит также отметить, что на базе дворца ветеранов открыт клуб семей участников военнослужащих и также семей специальной военной операции. Он так и называется, СВО, где проводятся периодически какие-то культурно-массовые мероприятия. Это также участие детей в различных спортивных мероприятиях, мастер-классы для детей, но не только для детей, взрослые также участвуют. Различные экспозиции, патриотические мероприятия. И я хотел отметить одну из таких основных, один из основных аспектов работы данного клуба. Это, например, рубрика «Портрет героя» в газете. Довольно-таки интересная и участвуют активно дети участников специальной военной операции и принимают участие. Ну, дети, наверное, хотят рассказать о своих отцах в этой рубрике. Да, делятся активно. А вы можете сказать, какую поддержку, в каком количестве уже получили в вашем районе участники СВО и члены их семей? Ну, для начала я бы вот хотел отметить... Может быть, за прошлый год какие-то есть у вас цифры? Для начала я бы вот хотел отметить, что орган прокуратуры, как надзорный орган, он активно участвует в оказании, в обеспечении предоставления мер социальной поддержки. И за период введения указа президента о начале специальной военной операции было предоставлено уже более порядка 700 мер социальной поддержки. Как, например, предоставление гуманитарной помощи, бытовая помощь, психологическая помощь для бывших участников специальной военной операции. Организована волонтерская помощь, как и для их семей. Для детей участников специальной военной операции организованы бесплатные предоставления дополнительных занятий в образовательных учреждениях. То есть спектр оказания помощи достаточно широкий, да? Довольно, да, широкий. Ну, давайте поподробнее остановимся сегодня на некоторых из мер поддержки. Скажем, какие участников СВО есть гарантия в сфере трудовых отношений и как ими воспользоваться? Для того, чтобы воспользоваться данными мерами поддержки, ключевое стоит отметить то, что введена статья 351, премь-7 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которому действие трудового договора заключено между работодателями и работником, который принимает участие в специальной военной операции, либо оказывает им добровольное содействие при выполнении задач вооруженными силами Российской Федерации в период проведения специальной военной операции. Действие договора приостанавливается на период прохождения им данной службы. Действие договора, которое приостановлено, он приостанавливается на неограниченный период времени, либо же на период нахождения в зоне проведения специальной военной операции. При случае, когда человек вернулся с зоны боевых действий и желает восстановиться на своем рабочем месте, должен уведомить работодателя не позднее, чем за три рабочих дня, и факт выхода его на работу как раз-таки возобновляет действие трудового договора. Но также, как установлено данной статьей, следует отметить, что в случае, если после возврата зоны боевых действий в зоне проведения специальной военной операции более трех месяцев человек не вышел на работу, то трудовой договор может быть расторгнут на работодателям в односторонном порядке на основании статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. То есть, если я правильно поняла, рабочее место, трудовое место за работником, пока он воюет, сохраняется. Главное вовремя уведомить о том, что человек выйдет на работу. А если вернувшийся с военной службы человек не был трудоустроен, может ли он рассчитывать на помощь или какие-либо льготы в решении вопроса трудоустройства? Да, он может рассчитывать на определенные меры помощи при трудоустройстве. Перед этим также отмечу, как один из аспектов в новой статье, введенной в Трудовом кодексе Российской Федерации, в случае, если какое-либо сокращение штата происходит в организации, где работает данный гражданин, то за ним, конечно, сохраняется в любом случае право оставления на работе. Зачет времени военной службы. Я просто хочу остановиться на этих моментах, потому что я считаю, что они довольно-таки важны в нашей ситуации. Зачет времени военной службы идет в непрерывный рабочий стаж, а также зачет времени в военной службе идет в стаж государственной службы. Право на поступление на работу, то есть поступление на должность конкретную в организацию, она сохраняется за соискателем в течение трех месяцев. Даже в случае, как я уже до этого говорил, если в течение трех месяцев он не явился по своему месту работы, в последующем ему также может быть предоставлено это место, либо иная вакантная должность. На прежнем месте работы. Какие-то еще дополнительные гарантии для граждан, уволенных с военной службы, в сфере трудоустройства существуют? О чем-то еще хотите добавить? Или главные моменты мы осветили? Я думаю, основное да, мы как бы выделили. А я вот хочу уточнить, вот все гарантии, о которых мы сегодня говорим, распространяются и на мобилизованных, и на добровольцах? Да, спасибо, что отметили в этот момент. И мобилизованные непосредственно, которые подпадают под контрактную службу с вооруженными силами Российской Федерации, а также добровольные образования, которые оказывают содействие при выполнении задач специальной военной операции. Все лица, которые принимают участие в этом, на них распространяются действия данной нормы. А может быть, знаете, сколько добровольцев в Советском районе? В Советском районе добровольцев около 200. Точную цифру затруднюсь назвать. Из 500? Из 500. То есть это очень высокий процент добровольцев? Да, довольно-таки высокий процент. Люди активно выражают свой общественный долг. Гражданский, да. И при этом стоит отметить образование, такое образование, как БАРС. То есть это боевой отряд, который непосредственно люди, где записываются, и изъявляют желание участвовать. Мы знаем, что участникам СВО и членам их семей положены выплаты. Это уже известная такая широко доступная информация. А какие еще социальные меры, помимо выплат, направлены на улучшение именно имущественного положения граждан, участников СВО и членов их семей? Здесь я бы отметил меры поддержки в банковской сфере. Как у всех, я думаю, на слуху, это кредитные каникулы, которые не только на потребительское кредитование распространяются, а также на ипотечное кредитование распространяются на срок контракта в рамках специальной военной операции, либо участие непосредственно на специальной военной операции, плюс также 30 дней добавляется. Оформить возможность, возможность оформить кредитные каникулы, она пролонгирована до конца 2024 года. При этом, если же у участника, в случае смерти участника специальной военной операции, либо приобретение им инвалидности первой группы, долги подлежат списанию. То есть уже последующий переход данных долговых обязательств на иное лицо не предусмотрен. И я бы хотел отметить разъяснение Банка России в своем письме, которое в 2022 году были представлены, что возможность оформления кредитных каникул, именно какие-либо ограничения на неоднократное оформление данных кредитных каникул не установлено. А скажите, будут ли начисляться проценты за пользование кредитными средствами во время кредитных каникул? Указанный вопрос также был отражен в письме Банка России. Да, действительно, будут начисляться проценты за пользование кредитом, они начисляться будут, что, конечно же, приведет к увеличению платежа, либо увеличению срока кредита. То есть это все-таки надо учитывать. А вот когда возникают долги или, ну, о долгах мы поговорили, тут кредитные каникулы, вот как рассматривать ситуацию, если просрочка документов существует? Документы, которые удостоверяют личность? В случае, когда гражданинам были поданы документы для оформления кредитных обязательств и срок их действия истек, разъяснение Банка России, в том числе в указанном мной письме, содержится о том, что срок действия в любом случае будет продолжен до момента нахождения гражданина на территории действия специальной военной операции. Это вот очень важный нюанс. А смогут ли граждане, проходящие военную службу по контракту, принять участие в программе льготного автокредитования? Да, смогут. До какого? До 2025 года указанная программа действует. Включительно? Да. Известно также, что предусмотрены и налоговые льготы. Давайте на этом поподробнее остановимся. Там, по-моему, много мер поддержки. Меры поддержки, да, по налогам, но кроме НДФЛ, сразу нужно отметить, по сборам, кроме госпошлин, сборы за пользование объектами животного мира и страховые взносы по указанным продуктам может быть предоставлена срочка участнику специальной военной операции. И, как я уже говорил, в случае кредитных каникул срочка предоставляется на весь период прохождения военной службы и действует еще несколько месяцев после ее завершения. На не позднее 28 дня третьего месяца после окончания срока службы гражданина предоставляется возможность оформить рассрочку. Первоначальный платеж, по которому составят 1,6 от основного долга и уже последующая выплата по данной рассрочке, она будет представляться ежемесячно. А все-таки, насколько я знаю, от НДФЛ освобождены некоторые выплаты, положенные участникам СВО. По-моему, безвозмездные выплаты как раз вот мобилизованным и добровольцам, и членам их семей. Да? Да, действительно, такие тоже меры по социальной поддержке представляются. Сроки предоставления налоговых деклараций? Также продлены, как и в случае представления рассрочки по налоговым выплатам, продлено уже не до 28 дня третьего месяца, по окончанию срока службы, а до 25-го. Документы им могут быть предоставлены по налоговым декларациям. Перенесены ли сроки предоставления ФНС России уведомлений о статусе самозанятого или, наоборот, об утрате этого статуса? Эти спецрежимы, которые действуют непосредственно самозанятые, либо это усеченная система налогообложения, сроки принесены, и уведомления, они должны быть представлены до последнего дня четвертого месяца, насколько я помню. Я хочу еще добавить, что участники СВО освобождаются от госпошлины за восстановление паспорта и водительских удостоверений, а также имеют право на налоговую льготу по налогу на имущество физических лиц. Я права? Да, вы правы. Скажите, чтобы воспользоваться этими льготами, о которых мы сейчас с вами рассказали, нужны ли какие-либо заявления, документы, или все происходит автоматически? В случае непосредственно налоговых льгот заявлений не нужны. Факт предоставления отсрочки будет действовать непосредственно с момента заключения контракта на участие в специальной военной операции, либо, как я уже говорил, для оказания содействия вооруженным силам Российской Федерации. Какие еще меры поддержки оказываются мобилизованным и членам их семей? Ну, скажем, в сфере ЖКХ. Вот это важный момент. Ведь возможны проблемы, если участник СВО оставляет свое жилье на длительное время. При продолжительном отсутствии по месту своему проживания также предоставляются меры социальной поддержки участникам специальной военной операции. Если заранее он обратится в управляющую компанию, которая осуществляет управление, представляемое ему жилым помещением, заключается соглашение о рассрочке данных платежей. По их заявлению представляются документы, подтверждающие его нахождение уже либо за пределами Российской Федерации, либо в зоне специальной военной операции. А если он заранее не обратился, пени будут расти? Или даже если будут, как потом уладится этот вопрос? Участники специальной военной операции освобождаются от пени, которые начисляются за платежи по ресурсоснабжающим организациям. А также от зоносов на капремонт. Предусмотрены привилегии и в сфере образования? Расскажите, какие? В сфере образования предусмотрены привилегии для как участников специальной военной операции, так и членов семьи специальной военной операции. Тут стоит отметить, что факт нахождения либо родственника на специальной военной операции он будет учитываться как индивидуальное достижение гражданина при случае, если человек является абитуриентом для поступления в специальное образовательное учреждение среднеспециального образования либо высшее учебное заведение, будут предоставлены возможности обучения на бюджетных местах. Каким образом государство оказывает медицинскую поддержку участникам СВО? Перечень на самом деле очень обширный. Именно медицинской поддержки. Это бесплатное обеспечение рецептурными лекарствами, а также бесплатное протезирование. Это вот в случае увечья, на что можно рассчитывать? Давайте сделаем на этом акцент, потому что ведь там речь идет о дорогостоящих. Здесь я бы в пример привел непосредственно ситуацию, которая произошла в советском районе, поскольку лицо, обратившееся за предоставлением в упрощенном порядке представления протезирования, был обеспечен в полном объеме указанными средствами. Данные средства были ему предоставлены бесплатно. Это у нас на базе Самарской городской поликлиники номер 10 было предоставлен, предоставлен тутор. Ему был на руку плечевой сустав для возможности каких-либо простейших действий, для которых они предназначены. То есть захват ключей, открывание крыш, каких-то... Захват ключей, да, дверей в том числе. Это важный момент. Очень важный еще вопрос признания инвалидности. Ведь в принципе в жизни инвалидность часто необходимо подтверждать на каких-то комиссиях. Для участников слова упрощенная система действует. Если же действительно факт получения тяжких увечий произошел во время участия в специальной военной операции, инвалидность, она признается бессрочной, которая будет экспертной комиссией и ему назначена. То есть не надо хотите подтверждать эту инвалидность. Это важно. Очевидно, что в выполнении некоторых боевых заданий, конечно, можно нанести значительный психологический урон военнослужащему. Скажите, предусмотрена ли возможность бесплатно пройти медико-психологическую реабилитацию? Медико-психологическая помощь для участников специальной военной операции оказывается очень активна. Я этот момент хочу отметить, как вот в начале нашего с вами разговора я также отмечал, что психологическая помощь – это одна из основополагающих мер социальной поддержки для участников специальной военной операции. Это правда. Какие существуют региональные меры поддержки? Мы знаем, что в каждом регионе свой пакет такой помощи. Какие существуют в Самарской области? В Самарской области ключевое, что можно выделить, это введение программы возвращения. Каждая семья, где участник специальной военной операции в продолжительное время находится в зоне ее проведения, по данной семье заводится социальный паспорт, в рамках данной программы закрепляется куратор. Мы также, как надзорный орган, непосредственно прорабатываем вопросы, которые могут возникать у людей при обеспечении им помощи. Мы помогаем также, оказываем помощь для обеспечения каких-либо льгот, статуса, инвалидности, путевки в санаторий, санаторий курортный, то есть как бы обеспечение и реабилитация. А предусмотрена ли компенсация расходов на оплату ЖКХ? Я знаю, что во многих регионах там до 50%, по-моему. До 50%, а также единовременно имеется в Самарской области такая мера социальной поддержки, как единовременная выплата в размере 169 тысяч рублей для обеспечения газового оборудования внутри дома. Это солидно так звучит. Целый пакет предусмотрен помощи для детей. Там, по-моему, и обеспечение поездками в лагеря отдыха, да? Что-то... Поездки в лагеря бесплатные, отдых, то есть непосредственно предусмотрена также четырехкратная возможность в год санаторного курортного, лечения для супругов и детей, участников специальной военной операции. Посещение культурных мероприятий, по-моему, тоже рассматривается. Культурные мероприятия, да. И я бы хотел все-таки отметить самое основное, что действует не только как в рамках социальной поддержки в Самарской области, но и на всей территории Российской Федерации, то, что возможность в упрощенном порядке членам семьи, участникам специальной военной операции зачислиться в ВУЗ. Я полагаю, что это стоит отметить, потому что именно введение данной возможности предоставит, я полагаю, многим семьям возможность получить именно то образование, о которых их ребенок, может быть, мечтал, но по каким-то критериям предоставления данного образования возможности предоставления данного образования отсутствует. Да, это важно. Смотрите, вот мы много с вами обсудили мер поддержки, где это можно посмотреть, увидеть, узнать. Не все слышат, не все знают. Можно просто растеряться. К кому обращаться? Вот участникам СВО непосредственно за получением мер социальной поддержки. И, кстати, могут ли помочь вот те самые кураторы, о которых вы говорили, чтобы все подробно рассказать, грубо говоря, за руку взять, отвести, научить? Ну, помимо института кураторского, который, я уже отметил, действует на базе всех, не только в Советском внутрикородском районе, а всех администраций городского округа Самары, у нас, как у надзорного органа, проводится личный прием, еженедельный личный прием, либо это членам семьи предоставляется возможность прийти к сотрудникам прокуратуры, непосредственно либо к лицу, курирующего данное направление, либо к прокурору Ренли, либо лицу его обязанностей исполняющим, и получить разъяснение относительно возможности предоставления тех или иных прав. Если есть вдруг какие-то проволочки, какие-то несогласия, нестыковки, куда должен обратиться человек за помощью? В случае возникновения каких-либо проблем, недопониманий со стороны исполнительных органов власти, потому что тут также возникает такая проблема, как бумажные волокиды, затягивание, предоставление мер социальной поддержки. В случае обращения гражданина в прокуратуру в порядке 59-го федерального закона, в порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, их обращения рассматриваются в сокращенные сроки. В прокуратуру района проводится проверка и дается ответ, либо где человеку разъясняются его права и возможности обращения, либо же непосредственно проводится проверка в случае допущения каких-либо нарушений со стороны органов исполнительной власти. В данном случае активно реализуются меры прокурорского реагирования. Самое главное, чтобы нарушения были устранены. И наше эфирное время подошло к концу. Дмитрий Константинович, я благодарю вас за разъяснение. Напомню, гостем в студии был исполняющий обязанности прокурора Советского района города Самары Дмитрий Крутьянов. Всем участникам СВО выражаем сердечную благодарность. Возвращайтесь живыми и с победой. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин